ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДЖУГИ сейчас не ждет, АВИК. Дефьюз-бомбы на морозе, просто дефит. Вообще, какой... А-а-а-а! И в ногу попадает! Попал в ногу! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ходит либо просто на себя внимание отвлекает. Не суппортит своих тиммейтов гранатами. Ну что же, пошел выход. XMS ловит флешку в виде Дэвида. Нет, Мака очень простой фраг для него. Никто вообще сюда ни навесом, по-моему, никакую ни флешку, ни гранату не отправил. И это просто тир сейчас для снайпера команды 3D Max. Давайте по одному, ребята, еще один следующий скрим четвертого. Давайте эйс для парня. Завози французов. Ну нет, практически, практически эйс от Мака. Против двух красных соперников. Первого должен забирать. Да ладно, как это? X7. 8% здоровья. Бомба стоит. Есть. Ха-ха-ха! Красава! Это настоящий... Это Кио. ...обряд самосожжения. Так, вот сбривает Кио внутри планта. Сиксер, игра на подъеме. Сиксер, да ладно, братик, что ты творишь? Двойной мисс-шот. И как ему просто не фортануло, а он шел к успеху. И мог спасти этот раунд для своей команды. Эл. Видел спину соперника. Конфиг в этот момент забирает Олег Сиби. Ха-ха-ха! И не складно, и неладно у тебя в штанах прохладно. Это самая горячая тактика финской команды. Два игрока. Кингвин находится на девятке, один на улице под Мэйном. Ридс, Минис, прокидывает красного Денниса. Внезапно Спиди оказывается один. Чьет сразу в двоих и понимает, где находится третий. Молик в Мэйн можно... Нет, он даже бабу не ставит. Он просто переиграл. Ну вот какой-то клатч пока спасает Спраут. Без Спиди вообще... Ну, это конец, конечно, возможно, был бы. Это реально был бы камбэк. Но здесь дожидаются вот подобного рода поджимов. Деннис проигрывает эту перестрелку. Форест в размене понимает на Б. Еще двое. Здесь сразу три игрока и НП в довольно опасном положении. Что же, как же им теперь выйти? Пусть гранат много. Твист. Насколько жестко шведы знают игру друг друга. Вот в предыдущем раунде НП классно заходили на точку. А сейчас их уже просто люто контрят и читают то, что они будут повторяться. Два в четыре. Форест дает важнейший минус. Но Твист моментально тушит обои. Минус пять. Это эйс в исполнении Твиста. Три-один. И вот, пожалуйста, два сейвленных. Сюда. Форест. Красиво. Ну, правда, и пеш. Довольно просто открылся. Форест второй килл. Третий. Батя в здании. Надо самик, конечно, потушил. Но этого уже недостаточно. Третьего явно не читал, не ждал здесь Денниса. Ой, какой тайминг для Денниса. Только убрал прицел. Сразу оттуда выходит Спиди. Ну и Спиди, может быть, нет. Нет, нет. Тут еще нужно добежать до бомбы. Ну, а потом рубиться с игроками. Он решил действовать по-другому. Все-таки выключить резы. И потом один на один справится с Гитрайтом. Здесь шансов побольше. Знаю, что Гитрайт удерживает точку Б. Поглядывает как раз именно на Банан. Ну, именно куда убирает бомбы. Крывается осторожно. Бомбает в каналке. Моментально. С двух выстрелов лишается. 60 хп. И затем Спиди добивает. Это клатч 1 в 3, который вроде бы Спиди нам уже показывал на карте Денюк. В карте Инферно и другая. Другая команда может победить. Ну что, персик только одного. Стреляет на коврах. Франатасаффик застрял. Получил флэш. Ну, правда, сжег Гитрайта. Сжег Лекра. Что такое? Это повелитель огня Спиди. Шьет в голову Фореста. И внезапно раунд уходит из-под контроля. Н.А.П. Деннис Эдман должен спасать положение своим невероятным клатчем 1 в 3. Который уже начинается с фрага по Спиди. Так, остается АВП Денниса. Самочка остается Сикрон. Ой-ой-ой. Там все. Как он так? Как он так вот ставит? Да ладно. Пау-пау-пау, Деннис. На миллион долларов. Выстрел. А ты хорош. Сказочно хорош. Поторговали лицами только что ребят. Красный Раллен. Да, я его как-то забыл посчитать. Торопится, ждет тройку попытка прохода на Электрик Музиньо. Отличный спрей от Доплана. Залетает Брица. Красный Раллен. И здесь 1 на 1. Оставляет красным соперника. Как божит диско Доплан. Квадрокилл в исполнении Доплана. Есть ВП. Опять это АВП доверяют Музиньо. 49 секунда. Просто. Даже он чуть-чуть раньше стрянул. Да, чуть-чуть раньше стрянул. Он на 50-й выстреливаю свою Музиньо. Ну вот это просто дичайший момент. Дичайший момент, друзья. Так, снова мы не видим ничего быстрого в исполнении команды Кингвин. Они уже, знаешь, по-моему, вкусили вот такие плоды камбэка, скажем так. Ты видел? Да. Это прострел. Это наглый прострел. Броу. Это чрезмерно наглый прострел. Угомонись, Медиск. Бедняка. Музиньо пропадает. Попадает по бровану. Сначала в туловище, потом в голову. С твистом. Так, красный остается. Проблема Хампус. 2% здоровья, но все же делает минус. И как нервничать. Попадает по Музиньо. И Музиньо же... Вот это хедшот! Как это произошло? Но все равно... Подожди. Борев на Виктора Войта за Раллин прикрывает. Как же он спас только что Таза? Ну, брали нас, забирают. Витя. Доплен. А нет, подожди. Это Музиньо, это не Витя. Это 3 в 2. Это 3 в 2. Больше нет в ВП? Но есть Таз. Но есть Таз, который уже сделал минус в этом раунде. Так, ну вот здесь не подрассчитали. Опять же, гранаты. Если они спасут этот раунд, это 2 в 5. Это 2 в 5, да. Все именно так. Увидел. Попадает по Ридсу. Но не убивает его. И здесь уже диск. Все в руках диска Доплана. 18% здоровья у шведа. 1 в 2 остается этот игрок. Идет выход, машина не чекается остается. Вы это первого, красный ридс. Остается красный ридс. Это 15 в 15. Это 2 в 5. Какой провал для команды Кингвин. Они дают, они отдают просто выход на овертайм своим молодым шведским конкурентам. Это же Деннис Unconnected, по идее. Это скорее всего Деннис его и забрал. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Без дефюз китов. Какая наглость. Какая наглость. Что-то происходит? Что с этим парнем? Да, что-то... Он Unconnected. Забыл приконектиться. Твист так не считает. 2 в 3. Есть размена от Лекра. Гидрайт забирает Фредди Би. Последний твист. Еще один минус. Забрал Реза. Минус Лека. Сбирает Зикзак. И 1 на 1 с гидрайтом. Четко слышит, где находится его соперник. Ну вот нельзя такие ситуации доводить. Да 1 на 1. Твист при фаер выпад. Квадра килл от твиста. Как он реализовал подобранное М4. Просто божественно. Видит сейчас и может словить Куш. Видит первого, видит второго. Лекра! Что это было? Да ладно? Это настоящий скример. Какого... Тайм-аут. Там сразу тайм-аут после такого ставится. А потом ХФ. Забирает его спокойно. Видит игрока, который нырнул в дым. И еще одного нежу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Один играет против двоих. Забрал первого. Где Фредди? Он догадывает... Гидрайт! Да ты так не попадал с 2013-го! Это вертуха мужчины! Это настоящая вертуха. Настоящего мужика, друзья. Забирает, кстати, конфига. И выход пошел на базу. Здесь два игрока по-прежнему. Как он это делает? Что ты делаешь? Как же жестко! Гидрайт! Тайминг плюс... Это 3 в 5 за секунду. Это 2 в 3. Красный Гидрайт. Деннис уже вынужден спасать раунд для команды НИВ. Тайминг плюс байт. В лучшие годы, действительно, даже в такой ситуации, Гидрайт мог рассчитывать на победу. Возможно, тряхнет стариной. Так, первый минус есть. Гидрайт забрал. Сейчас достанет МС-1-1а и тряхнет ее. Так, есть информация о том, где находится Швед. Да, ну играю точно. Ну, не парно, кстати, идут на это выбивание. Гидрайт минус Юги. Каджун последний, бомба. Вот, вот, вот такого Гидрайта мы хотели видеть. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, здесь опять же бомба взрывается. Вытащил, вытащил Кристифер Эллисон этот раунд. Извинись перед Лекра. Извинитесь перед Соповым. Извинитесь перед Соповым сначала. Так, Гидрайт, это провал. Так, пять секунд. Бомба залетела наверх, они не успеют ее поставить. Хорош, пацаны, красава. Да, вот это провальчик. Ну, вот, когда судьба против тебя, друзья. Конфига ставит бомбу на дефолт. Игроки доской команды вырываются. Мешаем ее поставить. Первый увидел, второго увидел. Надо доиграть. Все, что нужно сделать, это доиграть. Дать своей команде шанс. Как же Гидрайт подставил своего тиммейта. И Рез пытается сейчас обмануть. Конфига. Конфиг. Над тоненьком. Просто над тоненьком обходит. Получает в голову. Начинает уже прятаться от Реза. Рез чувствует силу. Понимает, что ситуация сейчас контролирует. Вообще не попадает. Ну, Рез. Ну, Пазязя. Ну, что ты делаешь? Так, ну это байт. Успел перезарядиться, да, успел. Чтобы 24 против 22. Эта битва закончена. Конфиг все же дожимает. Что это было? Сиг дуэль написали. У Нипов другой план. Посмотрим, насколько это удачная задумка. Попытка обхода Юги. Юги минус 2. Юги манцует в пункте. Он третьего забрал Юги. Что ты творишь? Остановись. О, как больно сейчас было. Квадра килл от Юги. Это жирнейшая точка на карте Инфер. Раскидывали АК на ящики. Да, да, да. Они раскидывали АК на ящики. Прятали. И в итоге... О, увидел одного. Забирает Лино. А теперь знает, где последний. Вот это дает, божечка. Это кукли в лучшие годы. Просто дичайшие два фрага со снайперской винтовки. Второй в плент просто космос. Троих. 14-6. На ровном месте Энс устраивает подъем переворота. Это был Гейт в коннекторе. И он должен был забирать Х7 на фунте и не давать тому поставить бомбу. В итоге спрей походу не залетел. Х7 и не забрал. И в итоге сам погибает. Один Юги против троих. Да, тут уже сложно что-то будет сделать. Все-таки один раунд ребята из команды Энс сейчас возьмут. Так, и дымление. Бомб плейса. Сергей. Так, а вот он не догадывается, где находится последний. Но уже должен понимать. Уже должен понимать. Ну и до фузбомбы. Так, а вот это, кстати, может быть очень даже интересно. Да ладно, он был один против троих. Забрав первого, остался один в два. Да, смачок, размансовал. Плохой девайс у Каджунби и опять же Сергей. Перестреливается Фамас вообще абсолютно спокойно. Последний в живых остается Гейт. Его пушат. Гейт знает, что остался. Один в два знает то, что один с КТ, еще один его пушит. Второй. Идеально. Гадеет. Забрал этот раунд просто. Выход на аплент от команды. Они атакуют быстро. Все, сейчас пойдет снег, друзья, на улице. Команда Энс атаковала за считанные секунды Базуа. Квадрокилл от Икс Севена. Просто в слово разобрался с командой Опти Гейминг на апленте. Готов сделать эйс. Знает, где находится конфиг. Элла уже в спине. Ну, такой раунд конфиг вряд ли сможет спасти. Хотя, как минимум, постарается. Элла. Вот это провал. А как бомба стоит? Бомба на дефолте подобрал. Бомба на дефолте, да. Дефуза есть? Дефуза есть? Дефузов пока нет. Дефузов нету. Ошибся чуть-чуть дымом. Успел. Красава! Красава! Он успел. Да, он успевает раздефузить бомбу. Он берет раунд один в три. Аллу получает очередную новую ачивку. Аллу... Би! Аллу... Би! Где находится единственный Эллус АВП. Если сделает килл, шансы на убивание какие-никакие останутся. Но дает прекрасная переводка. Тут же уход в банк. Так. Но, тем не менее, выйти будет очень сложно. Сейчас на точку. Три игрока его контролируют. Всего лишь два выхода, понятно, с этого направления. Аэриал даже не перемещается. Особенно быстро. Оу! Уже пошел! Вот это на узумчики. Вот это код Аллу раздает. Так. А что по гранатам? Ни смоков, ни флешек. Ничего. Просто ноль гранат остается у атаки. У защиты... Ну, хаешка. Поиграться. Лонг. Нет. Как раз на банане. Оба Аллу, что ты творишь? Знают про поводу реза. Так. Эрел садится дефьюзить. Эллу нужен выстрел. Он его дает. В соло тащит раунд. Олег Сияли на последних секундах. Бомба обезвреживается. Милостивый боже. Сергея проходит на коврах. Снова мы с тобой позавчера, по-моему, обсуждали, что здесь снайпер нужен на укрепление. Эрел фраг по гитрайту. Но в большинстве на АП, кстати, будут стримглав ломиться на базу. Ну, очень правильное и ситуативное решение. Нечего сказать. Теперь Эрел нужно будет показывать индивидуальную грану. Показывает ее. Боже. Четыре фрага. И теперь только рез может спасти. Ну, как? Не чекать плент. Эрел собрал три спины. Не получается ни с ланга, ни с шарта сыграть. Игрока мэнс Эрел размен. Но далее нужен еще один килл. Реза тут перестреливает без шанса. Почему? Остается, как это работает каждый раз. Эрел. Слово квадрокилл. В качестве единственного оставшегося опорника базы Б. Теперь, правда, клатч может потащить Форест. У него Айвик. Ну, такой беспредел начинает первый. Первый пошел рез. Опять же, тиммейты были далековато. Ну, что там, слово повышли. Там сказать нельзя, не знаю. Два слова. Просто два слова. Знали, что игрок в песках. Просто одновременно выходит, и он убивает максимум одного. Сейчас опять по одному вот эту вот карусель устроили парни. У Фореста нужно будет выходить без шансов. Щелкает первого один в один. Это уже в некотором смысле даже преимущество для Фореста. Переводка и даже квадрокилл от Эрела положение не спас. 7-2. Вновь Моликс через верх на плент. Мейн. Мейн. Нужно Резу заниматься этим. Он закрывает Кейджин Бим. Серия разменов. Довольно опасный момент для НИП. Учитывая тот факт, что Деннис еще и на крыше находится. Гейт хорош. Минус 2. У него 3 хп. У Денниса 36. И Айвик подбирает Гейт. Неужели это раунд 1 в 3? Неужели Деннис так просто сейчас пойдет на соперника? Получит Молик. Он не ждет, что там АВП. Он не ждет АВП. Туда пропикать. Нет. Гейт все читает. Тайминги шикарные для Денниса. Нет. Нужно было посмотреть вниз. 7-6. Оптик. Такой важный раунд сейчас вытащили. Для всей первой половины. Чуть ли не для всего. Нюкает. Все здесь прекрасно понимают, что чудо не произойдет никак. И такого еще не бывало. С командой НИП за последнее время так точно. Таких чудес не случалось. 1 в 5 гейт. Может быть тоже совершит небольшое чудо. Или даже большое. Нет. Без шансов. Гетрайт дает финальный килл со своего кроходила. С XM. И НИП становится чемпионами европейского минора 2018 года. Кто бы мог подумать. Ну что же. Поздравляем команду НИП. Поздравляем команду Оптик. с выходом все-таки на мейджор, на первую стадию.